Добрый день студенты, родители, школьники. Добрый день Казахстан. 500 миллионов долларов в год это все что нужно чтобы обеспечить всю страну бесплатным образованием. Все студенты в Казахстане в высших и среднеспециальных вузах могут учиться бесплатно если государство будет выделять на это ежегодно дополнительно 500 миллионов долларов. Давайте подумаем над этой цифрой. Вам может показаться что 500 миллионов долларов это большая сумма, это огромная сумма, недостижимая сумма для нашей страны. У государства якобы нет таких денег. Ведь кризис как постоянно говорит Назарбаев. Сегодня я хочу вам объяснить что вас просто обманывает. Я приведу пару простых примеров и вы поймете что бесплатное образование для всех это не только достижимая цель этого можно добиться нам всем этим летом чтобы с сентября месяца студенты уже учились бесплатно. Теперь давайте вернемся цифре 500 миллион долларов. Что это такое? Только на экспо по разным оценкам было потрачено от 3 до 5 миллиардов долларов. Почти 10 лет бесплатного образования для наших детей потратили на ярмарку числа числа всеславия елбасы. Что осталось от экспо? Здание которое надо еще и содержать после проведения экспо. А теперь вспомните как нагло Назарбаев вытащил из наших карманов 8 миллиардов долларов на Коском. Банк который принадлежит его семье. Из национального фонда в этот банк было влито 8 миллиардов долларов безвозмездно. А затем Тимур Кулебаев купил Коском всего за 2 тенге. За 2 тенге этот банк мог купить любой бездомный на улице. Вот так еще 16 лет бесплатного обучения утекли на счета Назарбаевских кошельков в прошлом году. Кстати в банках Назарбаева каждый год исчезает не менее 10 миллиардов долларов государственных средств. А давайте вспомним как в 2013 году корпорация Казахмыс личные предприятия Назарбаева под руководством Владимира Кима вытянула безвозмездно из бюджета 2 с половиной миллиардов долларов. Это не государственная компания, это частная компания Назарбаева, которую он украл у страны в начале 90-х годов. И кстати эта компания ежегодно приносит Назарбаеву минимум 1.4 миллиарда долларов прибыли в год. Вот еще 5 лет бесплатного образования и таких примеров огромное количество. Только 3 примера воровства показывают, что на эти похищенные средства страна могла 30 лет подряд обеспечивать бесплатное образование для молодежи, поднять зарплаты учителям и поднять качество образования в нашей стране. Так вот, 500 миллионов долларов на образование, это не то же самое, что 500 миллионов долларов выбросить на ветер. Образование наших молодых, наших граждан, это инвестиции в нашу экономику, это инвестиции в наше будущее, это достижения в науке, технологиях и сервисах. Это та самая диверсификация экономики и развитие нашей страны. Посмотрите на Швейцарию. Нет ни угля, ни нефти, ни металлов, вообще нет никакого сырья. Образование в Швейцарии бесплатно. Кроме того, университеты Швейцарии котируются как одни из самых качественных в мире. Не так, как вас заставляет думать пропаганда Назарбаева, что бесплатное значит некачественное. Так вот, Швейцария инвестирует в образование и учителя получает в среднем 8 тысяч долларов в месяц. Не так, как у нас по 300 долларов в месяц или 100 тысяч тенге. Что Швейцария получает взамен на эти инвестиции? Швейцария одна из самых развитых стран мира, где зарплаты и доходы на душу населения просто десятки раз выше, чем в Казахстане. Развитые самые разные сферы экономики. И да, там нет выхода к морю. Почему мы еще не живем, как в Западной Европе? Есть конкретные простые факторы. Это большие расстояния. Это отсутствие выхода к морю. Сопостоимая ситуация в других развитых странах мира, как Германия, Норвегия и так далее. И кстати, образование там не только бесплатно для граждан своей страны, но и для иностранцев, для приезжих. Если приезжие не знают языка, то есть бесплатные курсы языка. Так вот, именно из-за этого 70 тысяч молодых казахстанцев уехали за рубеж, получают там образование и остаются там жить. Они достигают свои цели и продвигают экономику не нашей страны, а той страны, которая инвестирует в них. Назарбаев сделал высшее образование, привилегии семей с высокими доходами. Мы с вами понимаем, что только так он может удержать свою монополию на власть, перечеркивая будущее способной и талантливой молодежи. Для многих семей недоступность образования оборачивается личной трагедией. Мы все должны знать, что Казахстан богатая страна и обладает огромными ресурсами, чтобы дать своим детям образование бесплатно. 23 июня выходи на митинг, требуй свое. Алга Казахстан!